МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Об основных событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заплати налоги и спи спокойно. В Чебоксарах борются со злостными неплательщиками. Элитный призыв. Из Канаша в Москву проводили очередных новобранцев кремлевского полка. Сообщи, где торгуют смертью. В Чувашии стартовала масштабная всероссийская антинаркотическая акция. Компания «Экоклинкер» расширяет свои границы. Совсем недавно был открыт первый завод, а уже сегодня – второй. У компании большие планы. Все они касаются стройиндустрии. Пинкерные плитки и ступени сделаны по самым современным технологиям. В их производстве используют только экологически чистую глину. Теперь здесь будут делать кирпичи и брусчатку. Специалисты компании разрабатывают еще несколько новых проектов. Глава республики Михаил Игнатьев побывал на открытии первого завода компании и отметил, что качество производимой продукции отвечает всем российским и зарубежным стандартам. Тогда же было принято решение о строительстве еще одного цеха. И вот перспективы стали реальностью. Производимые материалы высокого качества безвредны для окружающей среды. Мы со своей стороны уже убедились, что это надежный партнер, который создает новые производства, открывает рабочие места. Новое производство практически полностью автоматизировано. Это, считаю, большой прогресс, где физический труд заменен именно на роботы и на фактическое управление цифровой и электронной программой. В ближайшее время в планах руководства запуск еще нескольких заводов по производству строительных материалов. Капсулу под строительство одного из них заложил Михаил Игнатьев. Многие люди ездят в Москву зарабатывать деньги. Но мне кажется, можно здесь зарабатывать намного больше, чем ездить в Москву. Ближе к дому, ближе к дому. Также заработок достойный. Мощность новой производственной линии – 40 миллионов штук условного кирпича. Здесь нашли себе работу более 125 человек. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. Что год грядущий нам готовит? Сегодня в Доме правительства состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год. Каковы будут его параметры? На что уйдут деньги в первую очередь? Что думают по поводу непростой экономической ситуации депутаты? Бюджет будущего года должен соответствовать той ситуации, в которой находится страна на нынешний день. Сказал на одном из совещаний с членами российского правительства Дмитрий Медведев. Примерно такой же посыл проглядывался сегодня в выступлении министра экономического развития Чувашии Владимира Аврелькина. Бизнес, как крупный, так и малый, переживает непростые времена. Бюджет будет 16-го года напряженный. Надеюсь, что все мы с вами сделаем так, чтобы он достаточно комфортно был сработан. Мы буквально вчера на кабинете министра рассматривали итоги развития уюта кабинета министра планировки. Рассматривали итоги деятельности промышленного комплекса за 10 месяцев текущего года. Мы пока идем с прогнозом, вот видите, тоже на слайде 95,2. Некоторое оживление оно есть. Но вместе с тем предпосылки, которые сегодня формируются с федеральным бюджетом, не позволяют достаточно уверенно прогнозировать то, что ситуация улучшится как-то или сохранится хотя бы на те же показатели, что и сегодня. Финансисты уже перестали заглядывать вперед. Республиканскую казну формируют на год и, увы, по консервативному принципу, исходя из наиболее неблагоприятных прогнозов развития экономики. Доходы на 2016 год предлагается утвердить в объеме 32,103,8 миллиона рублей. Это 86,5% в уровне 2015 года. В том числе, собственные доходы на 2016 год оцениваются в объеме 22,292,7 миллиона рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34,3 миллиарда, что на уровне 83,8% к текущему году. Дефицит оценивается на уровне 10% от собственных доходов в сумме 2,223 миллиона рублей. Уменьшение доходов и расходов бюджета связано с отсутствием в проекте закона в полном объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Но какие бы пессимистичные прогнозы ни звучали сегодня, приоритетные направления расходов без финансирования не останутся. На образование в 2016 году планируется потратить более трети всех средств. 10 миллиардов 472 миллиона рублей. 139 миллионов планируется вложить в строительство новых школ. На здравоохранение направят 6 миллиардов 299 миллионов рублей. 2 миллиарда 700 миллионов потратят на дороги. В обсуждении бюджета 2016 года участвовали депутаты, руководители муниципальных образований, были даже студенты, вероятно, будущие финансисты, которые могли воочию видеть, как нелегко идет формирование республиканской казны. Первое. Необходимо в корне изменить сложившееся отношение к экспериментальному инвестиционному проекту «Новый город». Разработать на 2016-2020 годы программу строительства объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилых домов. Из всех серьезнейших проблем в трудном бюджете, в проекте бюджета, который мы обсуждаем, мы считаем, что это одна из самых ключевых проблем. Почему? Потому что это социальное жилье, 151 дом, более миллиона квадратных метров, 43 тысячи жителей. Прежде всего, социальное жилье – это молодые люди, это значит дети. От Николая Селиванова, некогда тоже работавшего в парламенте республики, прозвучало предложение вспомнить про так и недостроенный водовод в Шимушинском, Батаревском и Комсомольском районах. Кстати, этот вопрос обсуждался на встрече главы республики Михаила Игнатьева, заместителем министра строительства России Андреем Чибисом. Решение его видится только в частном государственном партнерстве. Обсуждение бюджета будет продолжено. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков. Республика. Непростая экономическая ситуация в первую очередь сказывается на предприятиях малого бизнеса. Количество оборотных средств сокращается в разы. И первое, на чем начинают экономить предприниматели – это налоговые платежи. Специалисты не раз отмечали – сборы налога на доходы физических лиц в Чувашии сильно сократились. Чтобы решить эту проблему, в столице республики создали рабочую группу по повышению устойчивости социально-экономического развития. На заседание рабочей группы приглашаются организации-неплательщики налогов. С каждым индивидуальный разговор. Но ситуации у всех практически идентичные. Долги копятся аж с прошлого года. Исчисляются в сотнях тысяч рублей. Говорят, если заплатим налоги, не хватит на зарплату. На сегодняшний день сколько у вас людей работают? Порядка, наверное, 18. 18 человек. У вас есть задолженность по зарплате? Нет, по зарплате. Нету зарплату выплачиваете? Вы, как руководитель, знаете, что в момент выплаты зарплаты вы должны одновременно положить платежное поручение на перечисление НДФЛ. Вы это не делаете систематично. Когда вы последний раз подписывали платежное поручение на перечисление НДФЛ? Ну, к сожалению, не могу сходить. Бизнесмены ищут лазейки. Декларируют зарплату ниже прожиточного минимума. Хотя, по факту, она выше. Но такими случаями занимается уже прокуратура. Брать в кредит в банки предприниматели боятся. Вот и получается, что фактически кредитором для них становится бюджет. Здесь и пений меньше, чем процент по займу. Но такой расклад неприемлем. Бюджет не получает средства, которые должны быть направлены на финансирование школ, детских садов, больниц, уборку территорий. Частный бизнес создается на свой страх и риск, который берет на себя предприниматель. С него и спрос. И есть те, кто это понимает. К примеру, предприятие «Стиль профи», чтобы выйти из положения, сменило сферу деятельности и взяло курс на полную коммерциализацию. У нас ситуация связь такова. Задорность по зарплате у нас нет. Это первое. Дальше. Второе. По НДС мы практически идем, практически в графике. По доходу мы задорность снижаем. Но остался главный бой – это пенсионный фонд. Почему? Потому что он накапливался годами. Закон суров, но это закон. Никто не освобождается от ответственности. За 2015 год представители рабочей группы провели встречи с сотней предпринимателей. В результате организации погасили задолженность на сумму примерно 395 миллионов рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. Завтра в Республике пройдет единый информационный день. На встречах в коллективах обсудят, как отметить в Республике год человека труда. Кроме того, важно понять, как будут реализовываться программы строительства новых школ и модернизации существующих, проходить общероссийские дни приема граждан. На информационном дне поговорят о подготовке к всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также осудят проблемы серого рынка труда. Информационные группы выйдут в населенные пункты республики, где проведут встречи с населением, трудовыми коллективами, предприятиями и организаций и ответят на актуальные вопросы граждан. 6 550 многодетных семей Чувашии должны получить земельные участки. Для них уже сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет почти 4 тысячи наделов. Больше половины многодетных семей уже обеспечены землей. Полностью решен вопрос в Алатарском, Порецком и Шумуршинском районах. В Маргаушском районе проживает более 500 многодетных семей. В каждой из них воспитывается 3 и более детей. На оформление земельного участка в собственность подали заявление 325 семей. Из них почти 150 уже получили землю. И лишь некоторые разрешения на строительство. Возводить дома им предложено неподалеку от деревни Казикасы. Здесь уже сформировано около 600 земельных участков. 102 на дело получат представители Маргаушского района. Остальные участки распределят между семьями города Чебоксары. Была земля сельхознанчения, присоединили. Естественно, здесь никаких коммуникаций не было. Идет проектирование сети инженерной инфраструктуры. После того, как проект будет выдан, пройдет экспертиза. Соответственно, все проекты пройдут экспертизу. Будем искать выходы, возможности уже начала строительства этих сетей инженерной инфраструктуры. Всего в республике землей обеспечено более 3,5 тысяч многодетных семей. Это 55% от общего количества поставленных на учет. Право собственности зарегистрировали 3146 многодетных семей. Плавач Уваший Михаил Игнацев отметил, что улучшение их жилищных условий – одна из задач местных воссей. На сегодняшний день у нас завершено 16 домов по данным муниципальных образований. Это 4 дома в городе Чебоксары, 2 дома в городе Новочебоксарск, Чебоксарский район, 1 дом. В Комсомольском районе имеются ряд еще муниципальных образований, всего 16 домов. Обращая внимание главы администрации районов и городов, Одно дело, сейчас мы занимаемся проблемами предоставления земельных участков, поисками этих земельных участков. Когда вы, понимаете, четко работаете в этом направлении, это же реально можно делать. Никаких больших-то проблем нет. Сегодня из Канаша в Москву отправились новобранцы Кремлевского полка. В честь лучших из лучших устроили проводы. Напутствовать призывников приехали и уже состоявшиеся солдаты президентского полка. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже на гражданке они заходят в зал неповторимым кремлевским шагом. Темно-синяя шинель, две буквы «П» на погонах. Ровно год назад этих юношей также торжественно провожали из Канаша в Москву. Быть солдатом президентского полка действительно почетно. Они обеспечивали безопасность первых лиц, охраняли стратегические объекты. А кому-то из них выпала честь нести вахту на посту номер один у Вечного огня. Изначально, когда туда ехали, не привыкли ко всему этому. И постепенно ты ко всему привыкаешь, становится легче и даже чувствуешь себя намного лучше. Постоянные физические нагрузки, то есть полезные физические нагрузки, которые должны быть. Я как бы горд тем, что отслужил в президентском полку, потому что не каждому удается. За 9 лет в Кремлевский полк было призвано более 140 уроженцев республики. Их отбирают из тысячи. Высокий рост, идеальная внешность и отличная физподготовка. В этом году на службу к президенту заступят 10 чувашских призывников. Провожать в Москву их приехал и руководитель администрации, главы региона. Я искренне поздравляю тех призывников, которые отобрала разного рода комиссия. Мы все понимаем, это те ребята, которые прошли такое сито. Ну, наверное, это эталон юношей, которые доверили служить в этом президентском полку. Президентский полк – это боевая единица вооруженных сил Российской Федерации. На президентский полк возложены ответственные государственные задачи по охране объектов московского Кремля, которые являются официальной резиденцией главы российского государства. Серьезный отбор выдержал Алексей Анисимов. Совсем недавно он окончил ВОЗ. Юноша говорит, что уже давно мечтает связать свою судьбу с военным делом. По примеру, отца. Даже не обсуждал, что я в армию пойду. Отец сказал, обязательно пойдешь. Когда отправляю в президентский полк, я два месяца готовился усиленно. Каждый день бег 3 километра, подтягиваю на 15 раз. Горда, что попал туда. Мы очень довольны, что недалеко и будет под крылом президента, будет его охранять. Это для нас большая честь. Новобранцев президентского полка приехали напутствовать не только родители, но и будущая смена прозывников. А вам при них на пост вставать, в России сердце охранять. Служите и нас в Кремле не подведите. Дмитрий Ковалев и Игорь Звелев. Республика. Жителям нескольких домов в юго-западном районе столицы республики приходится оплачивать долги управляющей компании. За горячую воду, которую они пользовались в прошлом году, чбоксарцы платят сейчас, причем гораздо больше, чем за ресурсы, которые потребляют в этом году. Почему так получилось, в ситуации разбиралась наша съемочная группа. 18 тысяч за трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров. Сумма в квитанции за коммунальные услуги для Натальи Сараповой в этом месяце стала полной неожиданностью, причем неприятной. 4 тысячи 739 рублей – это ежемесячный платеж, а более 13 тысяч – перерасчет за горячую воду. По однотарифному, по прошлому году, у нас получалось 88,26 за куб. То есть в месяц я платила за 15 кубов 1300, да, получается. Если это прошлогоднее, если брать этот год, то получается, вот мы сложим двухтарифный 160 плюс 1272, 1272, 1432. То есть сумма ненамного больше получается, да. Вот, разделим на 12 кубов. Получается, куб у нас, ну, 120 к рублям. 120 рублей по тысяче с лишним рублей еще должна доплатить. То получается, умножаем 88 на 20, 88 на 2, получается около 150 рублей за куб. Аналогичная ситуация у всех жильцов домов, которых обслуживает управляющая компания «Чапаевец». Я пришла, чтобы взять распечатку, чтобы, ну, показали, откуда, что, как платить. Они мне ничего не сказали. Напишите заявление, будем рассматривать в течение месяца. За период с января по ноябрь 2014 года коммунальной технологии предъявили счета на оплату горячего водоснабжения по двухкомпонентному тарифу. На основании постановления, утвержденной Республиканской службой по конкурентной политике и тарифам от 17 декабря 2013 года, управляющая компания производила начисления, исходя 354-го постановления, по одноставочному тарифу. В однокомпонентном тарифе учтена цена за один куб горячей воды в 60 градусов. По коммунальной технологии выставили счет, исходя из объемов воды и энергии, потраченной на ее обогрев. То есть фактически вода могла быть и 75 градусов. Но этот факт им еще нужно доказать, то есть заактировать. По словам работников управляющей компании, в результате различных подходов к расчетам образовалась разница между деньгами, собранными от жильцов, и суммой, которую управляющая компания должна заплатить коммунальным технологиям. Разницу разделили пропорционально потребленным объемом горячей воды между собственниками квартир. Действия управляющей компании в данном случае правомерные. Насколько правомерен перерасчет, сумма перерасчета, мы сможем дать свое заключение только после проведения соответствующей проверки. Мы по каждому обращению будем их проводить. Собственники квартир также готовят коллективное письмо в прокуратуру. А вот управляющие компании ждут писем с расшифровкой сумм. Надежда Яковлева, Александр Петров, Андрей Спиридонов, Республика. На защите порядка МВД по Чувашской Республике провело учение по пресечению массовых беспорядков. ОМОН, ГАИ, войсковая часть и транспортная полиция отрабатывали действия при массовых беспорядках. Основное представление развернулось на железнодорожном переезде Гремячево в Чебоксарах. По легенде, там собралась толпа воинственных футбольных фанатов, которые заблокировали участок дороги и остановили поезд. Правоохранительные органы оцепили место ЧП. Госавтоинспекция организовала движение транспорта. Толбу фанатов удалось рассредоточить и заключить в плотное кольцо бойцов. Обезвреженные участники беспорядков были задержаны. Руководитель учений, заместитель начальника полиции Илья Воробьев, подводя итоги тренировки, сказал, что ее цели были достигнуты. А в случае возникновения реальных угроз и подобных чрезвычайных ситуаций, стражи порядка рассчитывают на поддержку населения республики и получение информации о нарушении общественного порядка. В Чувашии начался второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 27 ноября. Сотрудники управления наркоконтроля ждут от жителей республики любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Сообщить о местонахождении наркопритонов, точек сбыта наркотиков, наркопреступлениях можно по телефону доверия 23-01-00. Линия работает круглосуточно, анонимность гарантирована. По этому телефону можно также обратиться за помощью психолога-нарколога, который даст консультацию как наркозависимым, так и оказать поддержку тем, чьи близкие стали заложниками наркотических средств. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова